ДРАТУТИ Начинаем. Итак, начинаем с актуалки в виде нового бюджетного набора геймера от Штрейна. Да я знаю, что его обозревали другие. Но дайте мне свободу и волю фантазии. Короче, наш первый пациент. Начну с небольших предметов. Первый это USB-хаб с Алиэкспресс на три разъема. Стоимость его составляет 144 рубля. Заказывал по скидкам. Сейчас, конечно, цена кусается. Работает все в штатном режиме. Отлично подключаются флешки и адаптеры. Цвет белый, не марается. Скорость передачи данных 30 мегабайт в секунду. Мне хватает. Сам по себе он миниатюрный и очень удобный. Как мне кажется, нужная вещь на рабочем столе. Так, вроде этот хак нормальные претензии у меня к нему нет. Следующий маленький коврик X7 Gaming. За 400 рублей с DNS. Хороший плотный коврик с неплохой тканью. Размеры его 250 на 200 миллиметров. Толщина его 3 миллиметра. Могу подметить, что он не особо ездит по столу. Мышка может хорошо скользить по поверхности коврика. Это конечно не убоги благи. Но и нормальным ковром назвать не могу. Так как он вообще без облетки. А для ковра, тем более игрового, это очень необходимо. В таком случае я могу порекомендовать тебе коврик X7. Нормальная толщина, хорошая резина и облетка. Дальше идут сами наушники OneDive Fusion A70. Покупал на Алиэкспресс за 2300 рублей. Буквально недавно взял их. Есть ролик на канале. Очень крутые уши с сочным звуком и мощным басом. Обычно когда я слышу, что в каких-либо наушниках бомбический бас, то я думаю, что этот самый бас перенасыщен. А почему так? Потому что я сам пользовался наушниками с Realme Cubats, у которых как раз был бомбический бас. Но вот остальные частоты, не айс. Тем более, это беспроводные наушники из глянцевого пластика за 2300 рублей. Ты чё, Рили такую кучку взял? Есть же море и хороших ушей с Алика. Те же АС, как пример. Бери какой хочешь. Микрофон Maono AU04 с Алиэкспресс за 3200 рублей. Покупал давным-давно в 2019 году. И по сей день работаю пока что с ним. Брал сразу полным комплектом. Кронштейн, попфильтр, носок и сам микрофон. Вся звучка идёт прямо на него сейчас. Самый главный плюс то, что он USB. Шнурок у него на 2 метра. Я много раз говорил про этот микрофон, что он достойный. Поэтому я даже не знаю, что ещё вам показать. Конструкция вся металлическая. Сама форма микрофона удобная. Самое главное, что нету шумов. А большего мне не надо. По тестам он такой себе и по звуку без вмешательств монтажа. Подходит разве что на троечку. Из десяти. Если не знаешь, как улучшать звук в монтаже, не бери и лучше с самого ближайшего дня соберись и откраджи. По звуку как дикс по 700. И обзор хороший на него есть. Механическая клавиатура METO ZERO за 1700 рублей с Алиэкспресс. Механическая клавиатура METO ZERO за 1700 рублей с Алиэкспресс. Внимание, сейчас будет очень, очень громко. Рекомендую вырубить звук. Беспроводная игровая мышка MACHINE M7 с Алиэкспресс. Брал за 1500 рублей, когда были скидки. Очень крутая мышка за свои деньги. Довольно тяжелая, вешает 120 грамм. Подойдет для крупной руки. Удобный хват и необычная форма. Выглядит как спортивный автомобиль. Подсветка не регулируется. Она сама изменяется со временем. Можно также включать и выключать ее. Если вы хотите RGB мышку, то заплатите пожалуйста 3200 рублей. Мне такого счастья не надо. Зарядный шнурок Type-C, что ускоряет ее работу и зарядку. Можно играть и одновременно заряжаться. Максимальное количество DPI 16000. Колесико и сами нажатия не скрипят. Хочу подметить, что лучше не отдирать у мышки клейкую ленту. Сцепление с поверхностью будет плохое. После этого мне пришлось присобачить скотч. Чтобы мышка ходила хорошо по коврику. Ну-ка, мышка у тебя нормальная. Исеньца там 3389. И кликается кнопочка хорошо. И энкодер не ерзайд. В общем, хороший выбор. Рекомендую. Давно я откопал у себя старую веб-камеру Logitech. Поскольку я начал проводить стримы. А чтобы их не пропускать, ставьте колокольчики на канал. Так вот. Эту камеру я брал за 1000 рублей с DNS. И это было в 2016 году. Сейчас, к сожалению, поставки прекратились. Разрешение у нее 640 на 480p. USB 2.0. Есть встроенный микрофон с очень плохим звуком. Присутствует огромное эхо. Снимает она всего в 30 кадров в секунду. Вес ее 74 грамма. Для начинающего стримера, я думаю, неплохой вариант. Но этот вариант долбанутый. Даже для начинающего стримера. А вообще, ветка для эту гора не самая главная вещь. Так что ее можно вообще зачеркнуть из списка. Ну дальше он говорил про свое кресло. А если что, оно убогое зомби. И про свой стол, который ничем от других нормальных не отличается. И на этом видос заканчивается. Как всегда и по традиции меня Влада 12. Смотрим реакцию общества. Итог такой себе. 180 просмотров. 22 лайка и 0 дизлайков. А также положительные комменты. Но ничего страшного. Надеюсь ошибки свои учтешь. И когда ты вернешься с топовой подборкой. Однако второму чувачку. Если быть точнее, то Стручкову. Удачи точно пожелаешь. Вот почему. Надеюсь на ваше понимание. Приятного просмотра. Для начала хочу рассказать о очень хорошей мыши Honsans. Очень хорошая мышь за свою цену. Которую сейчас можно купить всего лишь за копейки. DPI легко настраиваемый. Обычным нажатием кнопки на корпусе. На этой мышке есть DPI 1200, 1600, 2400 и 3200. Если вы хотите ее на обзор, чтобы я ее купил, то наберите 30 лайков. И я ее куплю. Типичный офис КСПА цветочка и которая сломается через несколько месяцев. Ничего лучше придумать не мог. В днисе есть мышь, которая стоит всего 960 рублей. Но при этом имеет сенсор 3325 микреки на 20 миллионов нажатий и собственный софт. Вот это настоящая мышь. А это всего лишь псевдорибратор. Теперь клавиатура. Мембранная клавиатура с подсветкой, так как это геймерская. Как может быть геймерская клавиатура без подсветки? Я тоже не могу это понять. А так как это бюджетный набор геймера и все геймерское обязательно должно быть вообще с подсветкой. Так что вот поэтому здесь подсветка. Только осторожно покупайте ее, так как эту клавиатуру можно купить без русской раскладки. На этой клавиатуре есть две ее версии и есть одна клавиатура с русской и английской раскладкой, а другая без русской раскладки. Так что я вас предупредил. Желаю удачи. Эта клава неплохая. Точнее могла быть неплохой без одного. Ее можно спокойно купить в ближайшем за Жопинске в два раза дешевле, так как подсветка здесь говно неравномерная. А насчет раскладки, то для таких как ты существуют наклейки с русской раскладкой. А здесь вообще без комментариев. Сразу пропускаем. Первый с RGB подсветкой вы можете выбирать, но при этом цена, понятно, что дорогая. Но при этом вы можете выбрать, насколько он будет. Точнее вы можете выбрать его размер. Потом идет обычный безвкусный коврик. Если вам не нужны какие-то рисунки и нужен обычный коврик, то этот коврик за свою цену он очень довольно-таки хороший. И у него хорошая ткань. Как вы видите, он обшит. И у меня тоже коврик обшит, но это совершенно другой коврик. Но я вам так скажу. Если коврик обшит по бокам, то это очень хороший коврик. И на него не будет попадать пыль. А есть коврики, на которых нет такой обшивки. И в итоге они превращаются в какую-то страшную кашу, которая в итоге все собирает. Волосы, если у вас есть домашние животные, которые любят полазить у вас на компьютере. И поэтому с такой обшивкой у коврика это лучший вариант. А если вам не нужен коврик с подсветкой, но вы при этом хотите коврик с каким-нибудь очень хорошим рисунком, там например PUBG, либо DOT, либо CSGO, то этот коврик для вас. Ссылка на этот коврик в описании. При этом... Коротко пробегусь по коврам. Первый, брат, не стоит из-за подсветки, там сильно будут ухудшены материалы. Второй из-за слишком низкой цены и доверия не внушает. А третий норм. Главное, чтобы принт не мешал сенсору при игре. По поводу микрофона. Ребят, если вы не будете заниматься ютубом, либо стримингом, то вам сойдет обычная палочка. У каждой палочки есть свое качество, конечно, не вся. Вам не нужен именно прям очень плохой звук. Но при этом, вот, если вы будете заниматься стримингом, либо ютубом, то FIFINE это лучший микрофон сейчас за свои деньги. Очень хороший и очень лучший звук. Так что советую. У моего друга есть этот микрофон, и он очень его советует. Та же ситуация, что и с микроустроену, так как USB подключение. А так, у меня для тебя тоже есть хорошие предложения. Петличка Boya BY-M1. Обладает хорошим шумодавом, да и сам по себе это очень компактное и в то же время качественное решение. Бери в следующий выпуск и не пожалеешь. По поводу наушников, тут все очень легко. Sennheiser. Очень крутые наушники за свою цену. Очень рекомендую я вам. А почему рекомендую? Потому что у меня есть эти наушники, и у них очень качественный звук. И они очень долго живут. Вот мои Sennheiser. И за все это время я пользуюсь этими наушниками целых 2 года. И за эти 2 года с ними ничего не случилось. Провод до сих пор нормально работает. И с ними только произошла одна такая себе история. Расскажу. Один раз я играл с другом в игру, и мне надо было отойти. И я решил положить их, эти наушники, не как всегда на стол, либо на кровать, а положил я их на стул, там где сижу. В итоге, когда я отошел и пришел, я забыл, что я их положил на стул и сел на них. Так что, если вы видите эту изоленту, вот, вот эта изолента, черная такая, нормально держится. До сих пор очень хорошие наушники, и при этом у них очень крутое качество. Так что всем их советую. Я не пожалел, и вы не пожалеете свою сумму денег, потому что это очень качественные наушники. Можно, конечно, найти еще лучше наушники, но за эту цену это очень годные наушники. Так что я вам всем их советую. Надеюсь, вам понравилась моя сборка, которую я для вас сегодня собрал. Я глубоко извиняюсь за то, что сказал ранее, уши действительно хорошие, и судя по тому, что с ними случилось, они еще и весьма надежные. Совсем как мои Panasonic HG-161. По цене примерно похожий звук тоже ничего. В общем, смотрим реакции у общества как всегда. 134 просмотра, 13 лайков и 3 дизлайка, а также очень средние комментарии. Да и оценка от меня ниже среднего, поэтому дизлайк и поставил. Можешь обратиться во ВКонтакте для помощи с новым выпуском бюджетного набора Геймера, и я тебе помогу. Ну а на этом Вася Говноеде Звереве я заканчиваю видос. Надеюсь, вам понравилось и вы захотите такое еще. А с вами был Стик Ботман. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok